Всем привет, с вами Ольга Чернова, Огородная Азбука, сегодня 29 марта, начинаем ответы на вопросы, потому что сейчас про редиску, про капусту, про ранние посевы, много нюансов, которые интересуют людей. Вот, про капусту, про ранние посевы, Марина Непомнящих сказала, Оля, позднюю капусту сею попозже, от числа 9, так как она начинает трескаться в этом году, еще позже посею, в том числе сахарную голову. Снимаю капусту в октябре, бурятия, делайте поправочку, так как нюбные огородники на север сейчас поздние, она у них потрескается. Ну вот тут такой нюанс, тут, конечно, сам для себя каждый должен решать. Я вот сейчас посеяла в последних числах марта, потому что в прошлом году, из-за того, что все-таки ночи холодные, у меня она долго не всходила. Она, по-моему, на 10-й, на 12-й день взошла, так что она взойдет у меня как раз с числа 10-го апреля, первая декада апреля, потому что у нас вот сегодня было минус 9, минус 10 ночью, и все ближайшие ночи будут холодные. Она, когда холодные ночи, она долго лежит и не всходит, взойдет как раз будет, когда тепло. И с другой стороны, почему я сею вот сейчас, потому что у нас иногда осень бывает теплая, сентябрь-октябрь, а иногда в октябре у нас уже полностью снежный покров, и рассчитывать на то, что в октябре мы будем снимать капусту, не всегда приходится так. Ну, я опять же говорю, на свой опыт прошлых лет, посмотрите, какая была погода, когда вы снимаете капусту, когда у вас все это начинается, этот период, когда заканчивается. Конечно, во всех регионах по-разному, и даже не во всех регионах, у каждого огородника разные сроки. Некоторые в конце сентября все убирают с огорода, убирают все с огорода, и все, потому что никому не охота по морозу возиться, когда холодно, уже бывают, ну, не у всех здоровье позволяет, например, работать поздно, все это зачищают, и все. Смотрите, на какой срок вам нужна эта сахарная голова. Например, если вы в конце сентября уже все снимаете, тогда сейчас можно сеять. Если вы можете и в октябре, в конце октября снять, то, конечно, можно сделать поздние посевы. Это, как всегда, та же самая банальная фраза, все индивидуально, у кого как. Так вот пишут про редиску, зачем поливать земля, и так мокрая. Но полив ранним посевом не повредит, он лишний не будет, чем мокрее бороздки. Я поливаю только бороздки, именно там, где семечко. Семя должно лечь во влажный грунт. Оля, скажите, как посеять капусту? Когда нет теплицы, снег по колено, хочется пораньше откушать капустки. Я вот написала Вале, что расскажу, как делать холодный рассадник. У меня в позапрошлом году прям подробное-подробное видео. Я посмотрю, может быть, старое как-то, но, наверное, его нет, я его уже выбросила. Новое сниму точно так же на улице, но если холодный рассадник, то чуть попозже, примерно в середине апреля это делается. Я как раз к этому времени постараюсь снять видео. Вот смотрите, вот интересный вопрос, который может коснуться не только вот АА. Не знаю, что это такое. У меня такой вопрос. Томат посеяла 24 марта, хорошо всходят. Стоят на южном окне. Солнца много, а другое окно северное. Солнце только в 16 часов попадает. Вот вопрос, где лучше держать? На южном окне жарко сейчас, а на северном мало солнца. Вытянется, конечно, на южном. Сейчас объясню, почему. Обязательно нужно солнце. Если у вас там жарко, вот уже писали в комментариях, то это окно лучше притянить, чтобы солнце было разреженное. Люди вешают, приклеивают прямо на стекло тюль. Можно такую, как белую ХБ, вот белая ХБшная ткань прозрачная. Если ее приделать прямо к стеклу, ну как бы фильтр сделать небольшой. Будет и светло, но не будет жарко и не будет солнечных ожогов. А на северном окне вы рассаду испортите. Как вы правильно сказали, что она вытянется, она будет слабая, хилая. Однозначно на южном окне, но уменьшить, вот сделать фильтр для солнца. Еще раз говорю, всяко делают и тканью, и тюлью. Разреженный, чтобы был свет. В Тюмени снега по колено и в Нижнем Новгороде. Но у нас тоже еще есть снег, только не по колено. Семидольные листочки раскрылись на вид больные. Что делать? Желтые пятна на них. Вы знаете, когда какая-то проблема с семидольными листочками, я всегда говорю, ждите настоящего листа. Потому что семидольный лист, это все-таки не показатель. Это вот он как ступень у ракеты. Он все равно отвалится потом. Если они войдут в силу, если будут дальше показываться хорошие, настоящие листья, то ничего страшного в этом нет. Бывает, что семена, может быть, во время обработки, что-то как-то с ними обошлись более жестко. И вот эти семидоли, они на себя взяли вот этот удар. Но я надеюсь, поняли, что я имею в виду. Ну, дождитесь, когда вырастет настоящий листок. Бывает, что с корявыми, с уродливыми семидолями, но появляются настоящие листы, растение окрепнет, начинает расти. Добрый день, подскажите, у меня нет теплицы, могу ли я посеять под пленку? Выдержит ли она ночные заморозки? Но я сразу, я вот ответила и сразу говорю, сейчас под пленку, вот, например, у нас в Сибирском регионе, не сеять, это очень рано, это очень опасно, потому что на улице минус 10, минус 11, пленка, она выдержит немного. Обычно такие посевы делают, можно сделать через 2 недели, делают в средине апреля, тогда можно под пленку, под любые самодельные дуги, под любое, под все, можно и делать вот эти рассадники холодные, то есть лоток посеять, прям поставить на землю, прикрыть сверху стеклом или прикрыть сверху той же пленкой. И она там прекрасно взойдет, там тоже хорошая рассада вырастет, но только не сейчас, вам нужно подождать еще 2 недели. Сейчас очень жесткие условия ночью на улице, все-таки, ну, еще не очень тепло. Галина Мечкова пишет, у меня капуста июньская не взошла, сеяла целую пачку. Может быть, еще взойдет, ну, я вот и говорю про то, что сейчас ночи холодные, они, может быть, лежат, ждут своей поры. Вы сейчас посеете еще одну, ну, может быть, и тав зайдет. Ничего, пристроите куда-нибудь. Так, это про сколько высадить в теплицу, Людмила Барабаш пишет, прям для меня ролик. Так, а в открытый грунт когда можно сеять? Это про редиску. Редис то же самое, что капуста. В средине апреля, вот, я могу сказать про наш, я не знаю в Мордовии, как климат такой же, как у нас, у нас в Сибирском регионе. В средине апреля можно уже сеять под пленку, то есть сделать посев, пленкой прикрыть, как только появятся первые всходы, поднять на дуги или на какое-то расстояние, чтобы дать вырасти редиски. Тут вот женщина одна, зрительница или девушка, написала, что она укрывает нетканкой сверху пленкой, потом, когда появляются всходы, она пленку убирает, потому что она более тяжелая, а нетканку оставляет и даже без дуг выращивает. Редиска вот так поднимается, ну как, листья растут, и она эту нетканку легкую на себе поднимает, но все-таки это прикрытие. Вот она это про холодную теплицу так сказала. Я думаю, что в открытом грунте, если не сильно жесткие морозы, то можно тоже так сделать. Но это не раньше средины апреля. Вот у нас сейчас на улицу еще сеять бесполезно, у нас еще очень холодно, очень рано, и земля еще не про... Ну как, она как каша, ее обрабатывать невозможно, ее нельзя не вскопать, ничего. Вот это вот квашня такая. Так, вот это просто впечатление от теплицы, пишет. Вот Светлана Гаврилова пишет, сейчас продают семена редиса, которые не уходят в стрелку, все сезонные. Они дороже, но схожи 100%, от 16 до 28 рублей. Я покупаю в магазине Дарвин и Леруа Мерлен. Но у нас вот этих магазинов нет в нашем городе, ни Леруа Мерлен, ни Дарвин. Так, и вот пишет она же, что, например, редис Сора вырастает с куриное яйцо, мякоть не дрябнет, не дряблеет и сочный. Я даже не видела с куриное яйцо таких редисок огромных. Дмитрий Чернов пишет, что в продаже есть редис 16 дней. Вот я посадила 18 дней, называется. Вот, и Светлана Гаврилова пишет, что как в тоннеле, когда я высаживаю, вот она насадила, так, я скажу так, что я в тоннеле раньше, в середине апреля не высаживаю. В середине апреля не высаживаю, потому что раньше высадить невозможно. Опять же, вот про этот грунт. У нас сейчас еще там слякоть, вот прям снег, грязь на улице. И ни о каких тоннелях быть не может. Ведь для того, чтобы высадить в тоннеле, надо вскопать грядку, надо все там разровнять, все это сделать. И по температурному режиму. Сейчас у нас стабильно, минус 9, минус 10, минус 12. Так что в тоннелях они в это время замерзнут. В тоннелях они могут пережить минус 5, минус 6, минус 7, и то это критично. Минус 12 это очень много. С 12 по 20 апреля у меня высадка. Вот про редиску опять же пишет, Жозефина Рост пишет, с краю можно лентой посадить. Да, я отвечаю ей, что лентой можно посадить, но так как у меня в теплице, я не как по 2 перца в одной лунке, но и томаты так же. Я близко к краю, вот так вот, прям близко-близко томаты с перцами располагаю. Если там будет расти редиска, она мне будет мешать все-таки. Так что я ее или буду уплотнять не с краю, а между рядами в другой теплице, а здесь буду просто делать маленькую грядочку. Вот пишет Наталья Баженова про редиску. Есть голландские сорта, которые можно выращивать все лето. у нас белые ночи, к тому же, и поэтому я только такой сажаю, что нет, темноты нету. Вот тут опять, вот тут у меня тут учителя-указчики Людмила Швайко пишет, за более двух минут можно было показать то да то, а вы показали не то. Так, всем не угодишь. Спасибо про поэтапный посев, очень правильно, я однажды перестаралась, насеяла целую грядку, это про редис. Сперва ждешь-ждешь, а потом как наросло одновременно туча редиски. И сейчас в несколько сроков сею. Ну и сроки созревания разные подобрать можно. Ну вот я и отвечаю, что я тоже на своем горьком опыте узнала, что поэтапный посев нужен обязательно, потому что также насеяла вот целую грядку от начала до конца. Сначала ждали, не было, не было, не было, потом тепло стало, как вся наросла. Ну и половину в конце концов выдернули и выбросили, половину в стрелку ушла, потому что съесть столько редиски невозможно. И теперь вот я сею по этап, ну в три захода по несколько рядков, а поздние по краям грядки на улице. Вот сейчас у меня грядка луковая уже оттаяла под зимой лук, и я по краешкам, по краешкам буду сеять ее. Вот пишет Кристина Сергеева, как раз капуста волновала. Так, ну Кубанское подворье пишет, пила кофе, смотрела видео, слушала, слушала, так это, это посадила. О, точно, укроп забыла. Ну мне так же, если не запишешь, обязательно что-нибудь пропустишь. Олеса Сампаева пишет, вчера посеяла в теплице редис, шпинат, салат, бархатцы, температура 41 градус днем. У меня так же было вот на днях. Зашкаливает, зато ночью у нас минусы. Ирина Абоева пишет, обратила внимание на ваши ящики. Ящики откуда такие? Про ящики я уже, по-моему, раза три рассказывала. Это ящики я покупаю в садовом магазине, но они у нас местное производство. В Бийске есть предприятие Интерм, пластмассу, там они, тазики, ванночки, ковшики, и вот эти ящики делают. Очень удобные. И у меня все ящики такие. Ирина Абоева тоже пишет, только сегодня подписалась на канал, подскажите, где вы живете. Это непростой любопытство, хочу ориентироваться по посадкам. Отвечаю, сибирский регион, Алтайский край, я уж не называю, я думала, что уж все знают, но некоторые люди еще не знают. Так, а вот пишет, кстати, моя почти землячка, пишет, Ольга, здравствуйте, живу рядом, почти в Бийске, посеяла редиску, шпинат, листовой салат, руколу, горчицу. 14 марта и 19 марта еще редиску, уже все взошло. И пять дней закрывала, сейчас уже не закрываю. Позавчера было минус 8, ничего не замерзло. Вот видите, какая все-таки холодостойкие вот эти культуры, про которые я говорила. Я-то не посеяла, я бы тоже давно в середине марта посеяла. Я из-за рассады, слишком много рассады, все хлопочу, хлопочу и все откладывала, откладывала. У меня могла бы тоже уже взойти редиска. Я не боюсь, что ей будет холодно, просто мне было некогда. Вот спасибо, что напомнили про навоз, пишет Любовь. В прошлом году грядка была удобренная, редис был неважен. Это как раз про то, что редиске не нужно ни вот этих удобрений навозных, ни золы, говорят, что она от этого делается еще хуже. Вот Валентина Папина пишет. Хочу завтра редис посеять в теплицу. Раньше не было возможности, но по лунному календарю не посевной день. Нельзя. Вот посею и буду посмотреть, что получится. Посеяла редис также в лотки. Сейчас такие лотки продают удобно и с большими отверстиями. Редис уже взошел на прохладном балконе. Вот это тоже как переносные грядки. Была у нас тема очень интересная. Вывезу в теплицу, как мобильную грядку. Накрою укрывным, будет мешать при посадке томатов. Вынесу на улицу, вот посмотрю для себя на следующий год, что и как сеять. Обычная редис сеяла по краю грядки в теплице. Ну вот тоже подумала. Семена дешевые, если не успеет, то будет хороший сидират. Ну и то верно. Сегодня козерог, надо все сеять, что корни плоды. Но вот сегодня козерог, а она-то как раз на завтра. Завтра-то как раз нельзя их уже сеять. Вот хочет испытать, лунный календарь подействует или нет. Ольга Голанчева пишет. У меня было так, редис не всходил. Делала лунки палкой протыкала. Вот это тоже важно. По краю грядок. Оказывается, это глубоко. Сейчас делаю пальцем до первой фаланги, и все нормально. Может кому пригодится. Я вот пишу ей. Да, глубоко его нельзя закапывать, не дождешься потом. Семена очень мелкие. Обычно, как у нас всегда же пишут, три диаметра семени. Ну, там семя вот такое, там даже полсантиметра, наверное, ему хватит. Именно поэтому я стала последние годы прикрывать не землей, а перегноем, потому что он рыхлый, пористый, чтобы ему легче было пробиться оттуда. Вот Валентина Папина пишет. Я после посева сразу накрываю укрывным, укрывным, вот про что я говорила, поверх пленкой. Когда всходит пленка, убираю, а укрывной не снимаю. Поливаю поверх него. Вода туда прям проходит, вероятно. Листья поднимают укрывный материал и открываю материал, когда редис уже готов. И без дуг все отлично получается. А на участке между луком. Вот лук уплотняет редисом. Я тоже так делаю часто. Укроп сею между луком и редис. Пока лук маленький, все это успевает вызреть. У нас в Челябинске снег выпал 10 сантиметров. Ничего себе. Вот пишет Наталья Воросян про редис, что от навоза он идет в стрелку. Не надо удобрять редис. Так. Дальше. Марина Матвеева пишет про то, сколько томатов. У меня в теплице 3 на 6 смещается 80-85 кустов по вашему методу. Но это как раз... А у меня у вас 3 на 6, а у меня 3 на 8 как раз больше ста. Это так и получается. Ольга Парфенова пишет, что за сетка для укрытия от жары, где купить заранее. Спасибо. У меня есть летний видеоролик. Чем притянить теплицу. Я покупала пленку, эту сетку в Садовом. Мне очень понравилось ее использовать. Удобно. Она мобильная. Я потом сниму видео, расскажу подробнее. Так. Вот опять про бутоны. Марфуга и Лариса Виноградская пишут. Одинаковые у них проблемы. Скажите, пожалуйста, у перцев появились бутоны. Нужно ли их отщипывать? И у меня высаживать рано. Девочки, только что было видео, спрашивала Светлана, по-моему, не помню фамилия на букву какая-то, что у нее тоже появился бутон. Я так объясняла, что два пути развития. Или вы бутоны отщипываете и пусть он у вас дальше сидит, растет. Или, если вы хотите сохранить эти бутоны и получить именно из них первый урожай, нужно сделать перевалку в большую тару с большим объемом грунта. И он будет расти дальше. Иногда бывает, что даже эти бутоны зацветут и даже завяжутся. Можно с завязью высадить, если будет щадящая вот такая перевалка, пересадка, аккуратненькая. А высаживать рано на сколько? Если, например, две недели или три недели, вы запросто их можете сохранить. Но если до высадки еще месяц и более, то, конечно, первые бутоны лучше отщипнуть. А вообще, вы можете их даже не прищипывать, если у него мало грунта, он их сам сбросит. Если он стоит, например, в маленьком стаканчике или все. Тут вариантов много. Вот что вы хотите сделать? Вы хотите все-таки эти бутоны сохранить и получить ранний урожай? Или вам это не важно? Главное, чтобы куст не ослаб. Потому что если он будет свисти у вас, и если он будет у вас завязывать, и ему не хватит вот этого грунта, не хватит питания, он ослабнет. Тут каждый решает сам, по какому пути он пойдет. Или будете сохранять, тогда давайте ему условия для дальнейшего роста. Давайте ему больше земли и доращивайте его, как взрослое растение. Если у вас некогда с ним возиться, то лучше прищипнуть. Юлия Токарева пишет. Интересно вас слушать, прям вдохновляет. А весна вообще вдохновляет? Вот Виктор Шадрин написал про то, сколько высадить теплицу, где я говорила, можно высадить и 40, а можно и 140. Он пишет, есть рекомендуемые специалистами общие нормы расчета количества кустов в теплице. Два корня на один квадратный метр общей площади теплицы. Таким образом получается теплица 3 на 6, 36 кустов. Ну я то и говорила, что 3 на 8, если по всем правилам высаживать, то 40 кустов. Это вот как по рекомендациям специалистов. Но мы же вносим свои коррективы, каждый высаживает так, как хочет. Вот ему Наталья Баженова отвечает, что глупости зависят от сорта. И он ей отвечает, что я озвучил нормы, рекомендуемые специалистами. Соблюдать их или нет, это дело хозяина. Сажать в защищенном грунте деты с урожайностью до 2 кг, вот это, как вы говорите, глупости. Но я ему отвечаю, что я это и хочу донести, что если высаживать по рекомендации специалистов, то вот в мою теплицу нужно посадить 40 кустов индетерминантных. Но некоторым людям важнее получить ранний урожай, даже пусть в ущерб урожая. Поэтому мы высаживаем деты. Вот, например, у меня 2 теплицы, во второй у меня индетерминантные, а первые полтеплицы у меня вот этими именно низкорослыми томатами, только для того, чтобы получить ранние томаты. Пусть их будет меньше, ну как общая за год урожайность. Но я зато вот в июне, в начале июля я уже буду кушать вот эти плоды, когда у нас в июне только высаживают рассаду в открытый грунт, у меня уже будут теплицы спелые. Ну, вот он пишет, Виктор Шадрин, «Согласен с вами, что весной сердце кровью обливается от желания побольше, пораньше посадить». Да, но ведь вы пасынки не глядя обрываете, а начинающие деты сильно зарастают. Да, это есть у них. Главное, мешают проходу по низу теплицы, особенно если их 90 штук. А это куча болезней. Если у вас будет время, снимите ролик по выращиванию раннего. Ну, это я прочитала его. И я вот ему пишу, что насчет вентиляции, это всем хочу донести, по низу теплицы я с вами полностью согласна. Это главное условие успешного выращивания загущенных посадок томатов. Я вот в прошлом году, правда, специально для этого не поленилась, сняла видео, лёжа на земле, прям подстилала подстилку, ложилась только для того, чтобы показать, что весь вот этот нижний ярус, ну, как условно выражаясь, если его можно так назвать, вот низ первые полметра, у меня просматривается насквозь все 8 метров в длину. Вот так вот ляжешь на пол, посмотришь, одни вот эти вот черенки голые стоят, ничего не... А значит, что и проветривается всё беспрепятственно. Ну, ролик я постараюсь снять, вот что он, который спросил, вот этот. Ну, про загущенную посадку, да, здесь нужно знать много вот таких нюансов, чтобы и низ проветривался, и чтобы загущенность в центре, в средине куста убирать, что вырезать. Ну, правильно он... Вообще, вот Виктор, он прав, конечно, это всё приходит с опытом, с годами. Я иду не глядя, раз, 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 я уже вижу, какой лист лишний, какой я могу убрать, чтобы он не мешался. Ну, и, конечно, я не сторонница совсем лысых помидор, томатов. Я у некоторых вижу вот вообще ни одного листа. Я всё-таки считаю, что листья нужны, это такой же орган, там фотосинтез проходит, там все вот перевариваются вот эти полезные вещества, чтобы питать корневую систему, и наоборот, они же всё сообщаются. Но нужно убирать листья, но в меру. Лысых томатов тоже я не понимаю. Лина пишет, здравствуйте, Оля, у нас радость, выглянуло солнце, ура! Мы сегодня просто загорали, выпили коктейли, отдыхали. Я сначала думала, что она сама загорала и выпила коктейли, если честно, Лина. А потом поняла, что вы о растениях говорите, загорали, выпили коктейли. Я думаю, что-то рано загорать. Все они довольны. Вот пишет Олеся Дегтяренко, днём в теплице температура больше 30 градусов, там ведь жарко ей будет. Вот смотрите, Олесь, я держу эту капусту, которую я посеяла в теплицу на рассаду, под плёнкой до тех пор, пока, и с закрытыми дверями, до тех пор, пока она не взойдёт. Как раз вот эта высокая температура помогает ей взойти, она взойдёт, всё нормально. Как только появляются всходы и я снимаю плёнку с капусты, я теплицу держу в таком же режиме, как у томатов. То есть я встаю утром, если жаркая погода, я открываю двери, если погода... Потому что я всё равно целый день дома. Я понимаю, что если за ней не следить, то, скорее всего, может быть, это проблематично. Я не знаю других условий, у кого какие условия, но я делаю так. Я дверь во время жаркой погоды открываю. Я всё равно сейчас уже и в огороде работаю, и толкиваешься всё равно. Всё это как, в общем, за всеми ухаживаю, и за этой капустой тоже. Ну вот Ольга Захарова пишет, опять такой же вопрос, на который нет ответа. У меня такой вопрос, на листьях томатов сохнут кончики, вообще вся рассада хилая, не знаю, что. Может, земля плохая, что посоветуете? Ну я не знаю, что в таких случаях сказать. Может, и земля плохая, может, что-то им вообще не нравится, может, воздух сухой. И единственное, что в таких случаях, если что-то появляется, я делаю опрыскивание пином. Это вроде как стимулятор, он и при этих стрессах от похолодания и от засухи может помогать. Может быть, он немножко как иммунитетом поднимет. Когда не знаешь причины, от чего это происходит, сложно что-то посоветовать. Так, все вот посадили, тоже Наталья Полякова пишет, я посадила. Так. Сейчас. хотела еще одну прочитать. Так. Тут профитолампы. Ну все, я на сегодня закончу. Сейчас это время уже много, потому что здесь вот и про переводы денег, это неважно. Так. Не садите глаз. Не садите густо, цветочки отваливаются. Потом. Все. В следующий раз остальные вопросы, какие новые придут. Вы понимаете, конечно, не обижайтесь, например, до чего вопроса не дошла, или чей-то там пролистнула. Я вот все, на все ответить не могу, но если вопросы чьи-то встречаются часто от многих подписчиков, я стараюсь в следующих видео их осветить. Вы, наверное, видите, что я вот говорю, например, этот написал, это спросил, этот, это. Я на эти вопросы отвечаю. И отвечаю, конечно, касается больше всего, что сейчас актуальных тем, вот про ранние посевы, там, про пикировку, про томаты. Сегодня сняла, что посеять, в апреле можно какие-то маты. Потом, как теплицы там можно располагать, на каком расстоянии. Все, до свидания.